Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача Актуальное интервью. Я и ведущий Пётр Смирнов, а у меня в гостях руководитель Молодёжного общественного объединения «Армир» Василий Кселёв. Василий, здравствуй! Всем привет! Я немножко расскажу про твоё объединение. Оно разделяется на три отделения, как ты сам их назвал. Это «Танцующие человечки», «Пляшущие человечки», «Потешный флот» и «Стрелецкая слобода». Но начать я предлагаю с последнего, с «Стрелецкой слободы», потому что там, мне кажется, самое большое количество мероприятий и некой активности, как мне кажется, происходит. Если можно, давай начнём с большого проекта, который вы заявляли вам решать, и выиграли его, соответственно. Что там будет реализовано? Это проект благоустройства двора «Клуб здоровья», в котором мы находимся, в котором мы живём. Это клуб «Центр внешкольной работы». У нас там есть несколько помещений, в одном из которых находится мини-музей «Трелецкая слобода». Он существует с 2015 года, когда мы выиграли здесь небольшой грантик на нашем молодежном форуме, когда были закуплены витрины, когда именно оформилось помещение музея. С тех пор музей вполне себе успешно и функционирует уже сколько лет. Мы постоянно принимаем экскурсии школьников и молодёжи. Ну и, в общем, в этом маленьком помещении у нас проходят такие уроки живой истории. Идея того, чтобы это пространство расширить, она уже достаточно давно муссируется. Поэтому, когда предоставилась возможность, мы решили её воспользоваться. И вот на этот самый конкурс губернатора подали заявку о благоустройстве двора с созданием на его территории городка исторической реконструкции. Это вот на улице Силкина, дом 10? Силкина, 10А. Да. За зданием УБЦ есть большой двор, в котором как раз и планируется всё это устроить. Давай начнём. Вопрос такой, а что там экспонируется? То есть «Трелецкая слобода», но что конкретно? Это вооружение, предметы быта, костюмы, доспехи 17 века. Это Московское царство, в общем-то, армия, времён Смуты, царей после Смуты, немножко Ивана Грозного, то, чем были вооружены русские воины того времени, в основном стрельцы, чем были вооружены их противники. Ну и в целом у нас там достаточно большая коллекция различного средненкового вооружения, которое мы тоже показываем. Это всё собственного производства, я так понимаю. Ну, что-то сами сделали, что-то выменили, что-то купили. Она что-то нам, деньги дала наша администрация. Вот, всё это там присутствует, да. Жалко, нет экспоната продемонстрируют, но я думаю, что наши зрители сами имеют возможность. В России мы разберем, найдёте возможность ставить дэм. Ну, он свободный для посещения, этот музей, или только детские экскурсии? Он, ну, мы предпочитаем, конечно же, принимать группы, так гораздо проще работать. Давай поговорим о том, а что же конкретно будет сделано. То есть, есть эскизы у вас в группе ВКонтакте. Ну, может быть, вот поподробнее, что конкретно предполагается в рамках благоустройства этого двора сделать? Значит, что там планируется по плану? Это первое, это возвести такие крепостные стены, которые будут закрывать бетонный забор и, в общем-то, трубы, которые там по территории над уровнем земли идут. Это будет павильон для того, чтобы проводить там различные мастер-классы и, опять же, уроки живой истории. Это комплект укреплений полевых, оперенастных, которыми пользовались стрельцы, так называемые «гулей-город». Далее, значит, это будет аресталище, то есть, площадка для занятий фехтованием, стрельбище для стрельбы из луков и арбалетов. И еще в этом проекте у нас есть изготовление двух пушек 17-го века, которые будут громко, красиво бабахать. Но только бабахать. Только бабахать, да. Ну, они, конечно, умеют теннисными мячиками стрелять еще, на самом деле. И, в принципе, у нас есть возможность проведения так называемого артиллерийского тира, когда теннисными мячами стреляют по мишеням. Это тракционно пользуется огромным успехом, как у нас в городе, так и за его пределами. Вот как раз к успехам ваших выездных мероприятий. Я знаю, что прошло достаточно, вот с начала лета уже достаточно много, и планы большие, грандиозные. Ну, вот давай начнем про итоги посещения Мордовского заповедника и, как правило, фестиваля Веринярд. Как клуб «Армир» участвовал в нем? Насколько был востребован? С Мордовским заповедником мы давно и тесно дружим, и к ним на фестивали ездим с большим удовольствием. Значит, это один из фестивалей, который проходит в течение года регулярно. Веринярд – это фестиваль народных ремесел, народной культуры, куда съезжается вся округа тамшняя. То есть, это все происходит на главной усадьбе заповедника в поселке Пушта. Ну, и туда съезжается достаточно много народу. Нас туда регулярно приглашают, и мы туда регулярно ездим. Значит, мы вывезли туда городок, это самый Стрецкий городок. Это выставка вооружения, фотозона, отчаянная самоварная с блинами. Опять же, артиллерийский и пистолетный тир, шоу мыльных пузырей и площадка для фехтования. Как много людей там было, мне интересно, на фестивале? На фестивале было не меньше тысячи человек, присутствовало. Ну, и все это было в течение одного дня. То есть, где-то в районе 11 мы начали, и где-то около 4 часов закончили. Ну, наша площадка пользовалась, конечно же, большой популярностью. В общем-то, одной из таких самых ярких событий фестиваля. Что пользовалась больше популярностью, вот из того, что вы представили? Да, все, там постоянно народ у нас с толпами был. С удовольствием и с пистолетов стреляли, и с пушки стреляли. Постоянно приходили фотографироваться. Ну, и, понятное дело, чай гонять тоже гражданам было большую радость. Ну, а тем более, когда чай, прям такие самовары, состоящие с дымком. То есть, еще и по-черному, то есть, не электрический? Не электрический, конечно же. Ну, по-настоящему. А из таких предыдущих, может быть, фестивалей, есть что отметить? Куда съездили, и где Саров прогремел, так сказать, и продемонстрировал себя? И вообще, насколько большая, обширная у вас программа выездов? Ну, не то, чтобы прогремел, но так или иначе, у нас еще в этом году, этим летом, буквально полмесяца назад, мы еще выезжали в Москву на большой всероссийский фестиваль временной эпохи. Это в Москве, по всему Бульваровому кольцу, площадки исторической реконструкции, плюс площадки в парках Москвы. Мы были в Коломенском, там была тематическая площадка 17 век, но это мероприятие совершенно другого масштаба. То есть, многие тысячи участников, программа рассчитана практически на неделю, и мы там вполне себе достойно участвовали. Насколько вообще развита вот эта история реконструкции именно вот этой эпохи 17 века? То есть, в России это прямо популярное течение? Да, вполне, потому что достаточно интересный период исторический. Там, можно сказать, что «Игра престолов» отдыхает в сравнении с «Ноковым страстей», которые были во времена Смуты, во времена Первых Романовых. Там, в России, там того времени такое происходило, что это крайне увлекательно, интересно. Поиграть в это, воссоздать это очень и очень интересно. Ну и плюс сам антураж, да, вот всего этого, одеяния, кафтаны, броня, оружие. Еще огнестрельное оружие, поболахать. Да, это мы очень любим. Ну да, пошуметь, это само собой разумеющееся. Из планирующихся мероприятий, я думаю, что нужно проанонсировать, это будет фестиваль русско-мордовской культуры, который будет в Сарове проходить. Ну так, но если хронологически, то нет, это не так. Значит, до этого момента еще будет один фестиваль в Мордовском заповеднике. А, еще будет? Да, это будет фестиваль «Пятнадцатый фест». Ну, по сути дела, тот же самый формат, что у Вереньярта. Но участников побольше, поскольку приезжают еще и другие делегации из других заповедников. Приезжают, в принципе, большее количество участников. Ориентировочная дата – это 9 сентября. Вот мы в нем планируем участвовать. Точно так же вывезем городок исторической реконструкции. Ну, там еще есть некоторые планы, как его расширить, но это пока сюрприз. Если все сложится, то будет хорошо. Ну, сюрприз – это хорошо, потому что будет интересно посетить. Ну, и кроме того, выезжают еще другие коллективы центра и школьной работы. Поскольку участие в этом фестивале – это часть как раз нашего грантового проекта, одного из. Кстати говоря, да, мы не затронули эту тему. Ведь объединение получило грант «Росмолодежи». Если можно поподробнее. На что и для чего? То есть, помимо строительства вам решать благоустройство территории, есть еще грант федерального агентства. Да, совершенно верно. Это самый грант, ну, название проекта – это «Центр живой истории Стрелецкой Слобода». По сути дела, это тоже все направлено на развитие нашего мини-музея. Если по проекту вам решать, мы делаем крупные декорации, по сути дела, то в рамках вот этого самого проекта «Росмолодежи» мы, во-первых, делаем, скажем-то, реквизит для этих самых занятий. В общем-то, мы готовим экскурсоводов и аниматоров для работы на нашей площадке, этой самой дворовой. И планируем проведение уже интерактивных, больших занятий как раз вот на площадке, на улице. В теплое время года в основном, ну, и не только, например, на 4 ноября тоже у нас там затевается серьезная программа. То есть мы будем проводить, опять же, различные мастер-классы. Это кузнечная ковка, это гончарное дело, это обращение с историческим оружием 17 века, стрельба из лука, упражнения с мушкетом, строевая подготовка, чтобы дети, подростки, так сказать, немножко прониклись в духовом эпохе. Ну и, кроме того, планируются потешные сражения, то есть когда мы моделируем одно из исторических сражений. Там стрельцы против каких-то либо воровских людей, либо против поляков. То есть это как раз они, вот это самое то, что получили знания на мастер-классе, то есть стрельба из лука, упражнения, например, с пикой, с мушкетом, они все это пробуют на практике против другой команды, такие же, как они. По поводу фехтования, потому что я читал, что это некие мягкие мечи, мягкое вооружение, да, и я так понимаю, что даже дети могут им совладать. Вот это, как ты говоришь, ресталище, туда можно поединки среди детей, да, устраивать. Вот поподробнее расскажи. Да, значит, историческим фехтованием мы занимаемся, поскольку это одна из необходимых дисциплин, как на военно-исторических фестивалях, так и на ролевых игр живого действия. Поэтому навыки фехтования, они совершенно точно нужны. Значит, у нас в клубе практикуются несколько направлений. Базовое направление – это так называемый современный спортивный меч. Это фехтование на нетравмоопасном оружии. Это так называемая тембара, восточное название, либо спортивный меч. По сути дела, это пластиковая трубка, обмотанная утеплителем, замотанная скотчем. Для того, чтобы получить навыки фехтования привычные, без нанесения травм. То есть, оно на самом деле мягкое. Оно мягкое, да. Но при этом оно обладает достаточным весом, чтобы нарабатывать защитную и атакующую технику. Используется, опять же, мягкое вооружение защитное, которое используется в том числе и в армейском рукопашном бое. То есть, это шлем мягкий с металлической решеткой. Это мягкая защита от суставов, корпуса. Ну, и этого достаточно для того, чтобы получить именно первичные навыки фехтования. Далее, если возникает желание развить, скажем так, свои навыки, то на выбор уже предоставляются более серьезные виды фехтования. Это дуэльное фехтование с использованием шпаг, сабель, мечей позднеевропейских. То, что воевали как раз в 16-18 веке. То, что мы видим в фильмах про трех мушкетеров, капитана Латриста и вот это вот все. То есть, это позднее европейское фехтование дуэльное. Значит, тут используется оружие с клинками из удара прочного стеклопластика, либо так называемая легкая сталь. Название у этой дисциплины – это средневековая, это называется «хема», то есть «historical», «european», «medieval», «martial arts». То есть, это историческое фехтование вот такого типа есть. Значит, ну, и есть и исторический средневековый бой. Это фехтование уже средневековое в полном защитном комплекте металлическом. То есть, это полные латы, по сути дела. То есть, это рыцарские доспехи. И более тяжелое оружие. То есть, это меч, алебарда. Ну, собственно, как бы сочетание щит-меч. Вот этим мы тоже занимаемся. Но это уже для взрослых людей. Ну, скажем так, тут желательно как бы не менее, чем 14+. Интересно. Надеюсь, техника безопасности будет. Техника безопасности – это там полный порядок. Значит, все клинковое вооружение, оно будет протектированное. То есть, сделано из мягких материалов. Мушкет стреляет мягкими вылочными пулями. Стрелы с мягкими наконечниками, соответственно. Ну, и у всех, разумеется, есть. Соответственно, очки, да. Ну, естественно. Ну, мне кажется, просто безопасность должна быть превыше всего. Все-таки мы не в 17 веке. Ну, общая суть проекта – да. Это то, что мы делаем реквизит, готовим аниматоров. И в 2024 году мы начинаем проводить уроки живой истории непосредственно на улице, на площадке. Ну, и проводим два больших мероприятия. На «Ночь музеев» в конце мая и на «День России» 12 июня. Это уже на следующий год. Это уже завершение этого проекта. Да, оно будет в следующем году. Ну, вот как раз вернемся давай в этот год. Помимо сентября выезда вновь в Мордовский заповедник, в Пушту, на пятнистый фест, будет еще в ноябре мероприятие, связанное с Днем русско-мордовской культуры. Я про него хотел немножко поговорить. Что предполагается? Потому что обычно как-то мы выезжаем в Мордовию, да, ну, к ним, на их различные фестивали. А здесь, как бы у нас, на закрытой территории, несложно ли организовать такое мероприятие? Это на самом деле второй грантовый проект, который у нас тоже выиграл. Это проект «Центрильная школа на работе». Заявила его наша однокомница Ольга Калинкина. Ну и в рамках этого проекта будет проводиться, скажем так, серия занятий по изучению русско-мордовской культуры с выездами в Саранск, в Темников для наших коллективов. То есть в этом проекте участвуют несколько коллективов «Центрильной школы на работе». Детские коллективы, которые занимаются народной культурой, изучением народной культуры. Ну и, в общем-то, это как раз для них прекрасная возможность углубить свои знания и навыки. По результатам, действительно, у нас будет проходить фестиваль народной культуры. 4 ноября, приуроченный Гене народного единства. Проходить он будет в Молодежном центре. Ну и, собственно, коллективы покажут, что они за это время успели изучить, узнать, что знают, умеют, практикуют. То есть это будет мастер-класс, опять же, по народным ремеслам. Будет ярмарка средневековых товаров. Будет военно-сторическая реконструкция от нашего клуба. Будет большой галоконцерт, в котором примут фестиваль участие, в том числе и коллективы из Мордовии. Из Темникова, из Саранска, может быть. В общем-то, их зовем в гости. Давай к следующей вашей, мне кажется, интересной инициативе. Это потешный флот, ваше отделение, и то, чем оно занимается, восстанавливая Святого Павла. Это корабль, или как правильно его назвать, какой у него класс, как его определить? Ну, смотри, давай тогда с самого начала. Это ролевой корабль, который мы построили в 14-м марш на году еще. Для участия в ролевой игре «Пират Карибского моря», которая традиционно проходит в Карелии в конце июля. Раз в два года. Значит, это историческая ролевая игра, посвященная, так сказать, противостоянию великих морских держав на рубеже 17-18 века. Тогда мы этот самый корабль построили Святого Павла. Скажем так, мы тогда здорово подняли планку изготовления вот таких вот кораблей для ролевых игр на тот момент. Святой Павел у нас активно участвовал в различных водных мероприятиях на протяжении нескольких лет. Ну, и последний поход его состоялся в 19-м году на Иваньковском водохранилище в Подмосковье. Ну, по сути дела, на Волге. Когда-то была опять же ролевая игра, опять же, про Карибское море. Ну, а дальше у нас случился ковид. В общем-то, он у нас с тем пор лежит на складе. Тогда, в 20-м или 21-м году, я уже забыл, мы объявили сбор на его модернизацию. Это было сделано потому, что мы хотели его не только для своих целей использовать, но и на благо города, так сказать. То есть, поскольку у нас благоустроилась набережная Сатиса, возникло желание на тему того, что наш Святой Павел мог бы стать неплохим таким арт-объектом рядом с новой водочной станцией. Ходить по Сатису. Да, он мог выходить по Сатису, красиво стрелять из пушек. Может быть, ну, в общем-то, одно из мероприятий, которое предполагалось организовать, это то, что сделать свои маленькие алые паруса, по аналогии с Питером. Тем более, что у нас народ сейчас активно начинает пользоваться, как его, сапами, как эти самые досочки называются, дубные доски. Да, лодочная станция у нас функционирует. Можно было бы устроить небольшой лодочный парад, который мог бы Святой Павел возглавить. Я организовал сбор на платформе для сбора денег «Планета.ру». Ну, в общем-то, к сожалению, этот самый сбор у нас прошел достаточно вяло. То есть, по сути дела, удалось забрать порядка 70 тысяч рублей всего на все. Их хватит хорошо, если мы сможем купить лодочный мотор. В то время как модернизация корабля предполагает то, что мы его переставляем на новые плавки, которые уже не боятся проколов и различных повреждений. Делаем новую обшивку, ставим новые мачты. Ну, так что он, в общем-то, будет выглядеть гораздо лучше, чем он мог бы выглядеть сейчас. Значит, поскольку нашу инициативу на словах поддерживают, но, по сути дела, помощь реальная, она крайне вялая. То, собственно, и с этим самым проектом у нас все идет очень медленно. Тем не менее, к следующему году у нас есть намерение уже не только Святого Павла привести в порядок, но еще и еще один корабль аналогичного класса построить. Ну, это все на личном энтузиазме получается, как у участников армии. Ну, вот если у нас сил хватит и времени, возможностей, то в следующем году у нас уже будут два таких вот корабля. И можно будет даже устраивать водные сражения между ними. Абордаж? Ну, в том числе, да. Вполне возможно. Хотел, наверное, задать такой вопрос, потому что за всей этой деятельностью организационной, творческой, производственной в каком-то смысле даже, ну, скрываются непосредственно люди и их труд. Сколько сейчас человек занимается в объединении? Ну, по списку в объединении у меня порядка 50 человек на данный момент. Ну, и, разумеется, большая часть из них приходит, ну, разумеется, заниматься тем, что им нравится. То есть не так, чтобы у меня вот прямо-таки там толпа постоянно находилась. Ну, а, в общем-то, в разное время все приходят своими делами заниматься. Ну, это в основном это молодежь или все-таки школьники, или, ну, какого возраста? Потому что я думаю, что кто-то, может быть, захочет присоединиться, и вообще есть ли интерес в наборе людей, в клуб, в объединении? Школьников у нас, на самом деле, сейчас уже достаточно небольшое количество, в связи с тем, что старшеклассников там грузят в школе, вообще как-то страшно. И на различные хобби остается крайне мало времени, к сожалению. Поэтому у нас сейчас основной контингент – это студенты, работающие молодежь, ну, и люди более старшего возраста. Ну, а в целом, как бы… Да, набор-то интересен. Набор, да, вполне себе интересен. Мы занимаемся ролевыми играми живого действия, занимаемся военно-исторической реконструкцией, занимаемся историческими танцами, занимаемся вот такой вот ремесленной деятельностью, связанной с постройкой, с таким вот судомоделированием практически вполне себе. Ну, и различные дисциплины, типа фехтования, они тоже присутствуют. Ну, и вообще хорошая компания, как говорится, да, как приложение всему этому действию. В целом, да. И немного про пляшущих человечков, да, мы про них ничего не сказали, но мне кажется, что важно отметить, что молодые люди ходят для того, чтобы потанцевать не просто бальные танцы, да, вот как спортивную дисциплину, а именно в исторических костюмах, в исторические танцы. И как вообще это проходит? Ну, у нас регулярно проходят занятия два раза в неделю. То есть есть преподаватель, который… Да, есть двое преподавателей, которые эти самые занятия проводят на регулярной основе. В общем-то, в течение всего года занятия эти самые идут. Это то, что называют социальные танцы. То есть то, во что танцевали, то, что танцевали на балах, на различных вечерах в различные исторические эпохи. Начиная от Средневековья до начала 20-го века. То есть это то, что у нас называется историческая имитация. Ну и, разумеется, выходом, скажем так, выплеском всего это и являются поездки на различные баллы и фестивали. Как фэнтезийные, так и исторические. С вполне себе серьезным дарскодом. То есть есть прям требование, что вот только такая эпоха, только такие костюмы. А кто костюмы шьет? Есть несколько мастериц у нас в городе. И кое-что приходится заказывать за пределами города. Что ж, Василий, я желаю успехов твоему объединению, объединению «Армир», Центру внешкольной работы, реализации грандиозных планов на этот год и на следующий. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. И мы с вами увидимся через неделю. До свидания. Все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok